всем привет дорогие друзья да я пропала опять на пару дней у меня тут спину прихватила я не сидеть ничего не могла только лежала но сегодня мне надо ехать делать документы кое-какие поэтому будем себя приводить в порядок ну хотела показать сначала покупки вчера мне закончились кальций а до этого пила что плохо освещение давидно извиняюсь я не знаю как камеру поставить ребят разучилась снимать естественно вот такой вот кальций пила до этого у меня он закончился хорошие таблетки как бы право 300 с чем-то рублей около 400 но они у меня закончились и мужа попросила сходить купить такие же но их в аптеке не оказалось и он не купил вот такие вот немножко другие даже дозировка другая поэтому придется их побольше пить чем вот этих вот этих я пила утром вечером по одной таблетке этих придется по 2 за раз пить потому что дозировка намного меньше чем у этих как-то вот так вот в целом такие вот таблетки взял также у меня закончились витамины я до этого не помню какие пила я вот сюда одним картиночку вставлю какие до этого то есть у меня сохранилась картинка фотографии таблеток которые я пила и вот такие вот витамина он не купил не их на на протяжении трех месяцев как врач объяснил что кальций что это и также я еще пью покажу я в кальций положила эти таблетки это продакса для того чтобы не было тромок ноги и попросила я его сейчас мне разрешил врач разрабатывать сустав на ноге я потихоньку шевелю массирую ногу наступать как вы знаете мне все еще нельзя я его попросила какой-нибудь крем для суставов купить для разработки ноги для массажа как мне врач объяснил он взял в аптеке вот такой вот но он не не подходит потому что он с разогревающим эффектом как мне врач сказал ногу греть нельзя поэтому мне этот крем не подходит но будет мазать муж свое он что-то тут с ногой сделал нога у него болеть стала поэтому будет свою ногу мазать раз мне нельзя все теперь поделаешь девочки всем привет скажите чё это ты настя нам показываешь пустой тазик ну решила я испробовать вот это вот кислородное средство которое я вам показывала тут написано для разных вот мы решили из пробу сейчас вам тазик отодвину покажу вот это второе средство отбили устранение пентин как самостоятельное средство для замачивания поэтому я приготовила тазик мы поискали с машей носки разные постарались белые вот такие вот носочки нашли вообще есть черный который мы уже хотели выкинуть но я группа давайте я на них проверю средства вот видите запоминайте какие они тут а есть вот такие вот носочки которые тоже мешок для мусора мы бросили есть вот такие вот которые у меня это маша нынче носила куда-то и мы сейчас с вами будем все проверять это оксанины носочки но они не сильно загрязнено факту что тоже загрязненные поэтому будем себя проверять сначала убираем все эти носки отсюда запомнили какие носки были сейчас нам надо по инструкции вот как указано здесь развести две столовые ложки на 1 литр кипяченой воды кипятка именно не кипяченой воды а кипятка у меня вот такая вот есть ложечка для всяких шипучих а тут кстати есть ложечка вот ребята вот такая вот ложечка у меня есть уже для из кого-то средства достала сейчас насыпем и зальем с вами кипяток вы увидите какая реакция насыплю три с половиной ложечки и заливаем заранее с кипяченой водой вы увидите как она начинает реакция какая сотрите кое сразу реакция к идет видите какая реакция это шипение идет происходит реакция вот это кислородного но извините кислородного средства я специально себе приготовила палочку чтобы размешать с вами видите какая реакция чтоб потом в кипяток нам руками с вами не лезьте мы будем носочки наши по одному сейчас подождите реакция немножко размешается и по одному вот так вот носочку будем утапливать в этом средстве и как написано 15-20 минут надо ждать но мы подождем подольше ведь какая пена ребята вообще классно маша сотри какая пена маш маша хотела посмотреть на уроке делать я ей сказал что я ее позову маша иди сюда смотри какая пена одуреть ребят берите емкость лучше побольше потому что одуреть какая пена эти мы утапливаем их полностью в растворе сейчас еще наверно водички я добавлю ну что-то водички а пока еще мало ну посмотрите какая реакция вообще классно пишите как думаете какой будет результат сейчас наверно немножко еще водички добавим сюда так вот и все и ждем ребят а потом вам постараюсь показать что из этого у нас получится маша тут уже приготовила пару футболочек до белых с пятнышками 1 ну там что найдем у девчонок на футболок белых много но они все пятнами завозюкал я вот так вот носки утапливаю постоянно среди кай пена реакция вообще классная все ждем потом покажу какой результат получится ребят всем привет вчера замочил вот эти носки из честно забыла вчера так как гости приходили в баню но в целом кое-что от стирала вот эти вот найковские были носки очень сильно помните они аж черные были но вот немножко отстирал но я сейчас воду солью их еще и простираю в стиральной машинке посмотрим что получится но в целом понравилось мне как бы это средство но не очень этот носок почти вообще весь отстирался но это и были носки которые на выброс мы их проверяли тут вот только вот эти вот оксанина носки более-менее больно вот они хорошо отстирались и и вот эти вот нет не эти вот эти вот по-моему машины были носки остальные на выброс идут нас кинут в целом после этой стирки можно выбрасывать а дома ходить не жалко будут но сейчас отожму и покажу что получилось и потом мы еще с вами простираем их машинки посмотрим может это еще поможет но так в целом я из десяти баллов поставила бы ну четыре из десяти баллов этому средству но никак не все десять ребята прополоскала носки но в целом видите вот были вот эти вот сильно загрязненные они аж черные были более-менее отстирались вот это вот это оксанины носочки тоже отстиралась вот этот вот носок это все это уже точно выкидывать или его рискнула чисто положила но вот сами видите что нет это средство можно использовать когда он чуть вот поносил сразу снял застирал вот тогда да может быть она что-то и будет а мы искали такие носки совсем уж загрязненные поэтому вот ну как бы так более-менее дома носить теперь можно пойду еще поставлю стиральную машинку простираю и посмотрим что потом получится ну мне не понравилось очень это пятновыводитель но более-менее так можно использую и больше брать его не буду так мои хорошие простирала я в стиральной машинке еще посмотрим ну вот носок немножко отстирался ну конечно не полностью еще можно по сути еще раз замочить и тогда будет лучший эффект ну напоминая простояли они у меня всю ночь вот так носочек вот носочек тоже не полностью простирался ну почище уже стал хотя мы их некоторые уже выкидывать но вот эти вот это у меня машин на танцы зачем носит не жалко уже их как бы на их завозюкала так что пятна еще есть конечно дальше смотрим вот этот носок тут видно видите что еще пятна есть можно попробовать еще разочек замочить и посмотрим тут есть некоторые по одному носку поэтому не обращайте внимание специалист Nietzsche вами скала но и тевики вообще еще не стирались но хотя уже получше стали помните где не были черным вот эти вот были сильно черные потому находили их потом вот эти вот были сильно чёрные это найковские светины она обожает найковский вот они прям ужасноуболе черный все равно не опыт не отстирались на попробовать будет еще раз там вот такой вот один второй такой ты не достала его что ли из машинки их два было таких 2 дать машине достала или перепутают оксанина носочки а твои это тоже я думаю это машина коса носочки 2 где-то он поищи там а потом дальше вот такой вот носочек он уже такой рваный но в целом я из 10 поставлю ну вот я уже говорила найковский носочку от 2 такой на левой стороне он сейчас мы его с вами вывернем машки ноги более-менее отстиралась вот они эти два носочка один посветлее другой пить мне сразу видно да в принципе получше чем было и вот эти два носка но этот носок мы вообще чисто взяли выкидывать уже его собиралась чисто для эксперимента то он вообще плохо отстирался ну я уже говорил что 5 баллов из 10 я поставлю этому средству но не больше так ребята у нас полпятого вечера и я решила постряпать оладушки сейчас ребята начинается школу приходить будем жарить оладушки так что вот как то так тут у меня уже два яйца сода ванильный сахар сейчас обычный сахар еще добавлю щепотку соли и муку и будем замешивать густое тесто и будем с вами жарить и кстати я вам сегодня покажу еще кое-какие покупочки которые мы сделали с интересно оставайтесь со мной так и теперь о покупке которую я вам говорила мы купили в доброцениваю такую плитку вот так вот она называется принципе плитка неплохая мы уже на ней готовим не штуки муки руки мы и поэтому вот так вот тут это уже девочки что готовили сейчас будем жарить оладушки также мы еще магнит те купили вот такую сковородку у диаметра принципе сковородка неплохая сейчас она не уже начала жарить но забыла что я вам обещала заснять вот такие в целом нас покупочки сделала вот такое густое тесто мы любим когда вот так вот густое тесто и чтобы они прям таки плотненькие оладушки получались и понемножку уже сейчас немножко постоит чтобы разрыхлитель начало немного действовать и будем с вами жарить оладушки что могу сказать про сковородку сковородка жарит очень хорошо тут у нее есть несколько режимов теплые 120 170 220 и 270 выбираете сами при помощи вот этой вот кнопочки эта кнопка включения выключения но плитка как бы принципе нормально и мне понравилось детям тоже кстати все ребят пожарила целую тарелку оладушек маша как те оладушки вкусные всем кто кушает всем приятного аппетита дорогие друзья сейчас я хочу вам показать что кое-какие покупочки свал берез я заказал и мне принесли первое что хочу показать это основа под макияж просила у меня светлана у нее закончилась мы брали до этого другую а сейчас вот другую немножко взяли на пробу посмотреть который из них будет лучше потому что первое снова под макияж свете не понравилось и поэтому мы немножко взяли другую сейчас откроем посмотрим какая она там вот такого-то на оттенка колпачок слетел но легко делается очень красиво выглядит флакончик крышка золотая вот такая вот на русском тут конечно вообще ничего нету ну да и ладно нам это не важно мы знаем что это снова под макияж вот такого оттенка очень красиво еще посмотрим как текстура очень хорошая текстура выдавливается немножко еще посмотрим как размазывается вот так вот размазывается очень хорошо и кстати не жирный очень хорошие база как основа под макияж размазывается быстро мне в целом понравилось и дочери тоже она после видео посмотрела попробовал ей понравилось вот видите как размазала и впитывает кстати очень ребята быстро поэтому могу рекомендовать следующее что пришло это стельки мужа у него как я уже говорила что с ногами стало стали ноги болеть я ему заказала двое разных стелек но вот первый покажу вот такие вот стельки размер 40 45 они как бы идут ортопедически вот с такими выкупоклыми основами под ступню этики выпуклые очень понравились стельки мягенькие прочные хорошие стоили они недорого но день быть сверху напишу стоимость этих стелек и что удобно то что можно сверху подрезать под размер который вам надо это хорошо но вот муж попробует потом скажет какие стели кому понравилось какое-нибудь видео я обязательно скажу и вторые вот такие вот стельки уже шли в коробочки ну не знаю тоже они ортопедические как бы написаны были вот не знаю вот на русском если хотите прочитайте для чего да как они кому надо остановить и прочитайте размер у них 41 43 но тоже взяли на пробу потому что мы не знаем какие ему будут удобней потом покажем вот такие вот они интересные кстати очень яркие такие и как-то они немножко жестковато вот первое если мягкие то эти жестковато вот эти вот бортики жесткие подошва тоже жесткая у них идет тоже можно подрезать в это очень даже удобно и вот такие вот они углубленные ну вот я как почитал больше для спортсменов подходит на муж попробует конечно посмотрит какие ему понравится и потом скажет в целом вот такие вот были покупочки если вам понравилось то ставьте лайки и пишите ваши комментарии всем желаю всего самого хорошего